Добрый день, уважаемые телезрители, дамы и господа. Мы продолжаем курс наших лекций, посвященных исследованию творческого и организационного, информационного исследования книжного рынка, который у нас сейчас происходит. Итак, в прошлый раз мы с вами начали говорить о новейших технологиях, новейших информационных, прежде всего, технологиях, которые используются на сегодняшний день в книжном бизнесе. И поскольку тема очень важная, серьезная, и в прошлый раз мы ее не закончили, с вашего разрешения мы ее продолжим и в этот раз. Но выступать буду я сегодня не один, а пригласил гостей, с некоторыми из них вы уже встречались. Слева от меня Олег Альфредович Копылов, генеральный директор информсервис города Нахабино. Добрый день, Олег Альфредович, очень приятно видеть вас в студии. А справа от меня Руслан Александрович Будник, член Международной ассоциации «Эдитюр». Добрый день, Руслан Александрович. Здравствуйте. С почином, да, с почином вас. Ну, Руслан Александрович, прежде чем мы начнем, просто вы немножко расскажите, а что такое «Эдитюр». Чтобы просто наши телезрители знали, что это такое Международная ассоциация «Эдитюр». Международная ассоциация «Эдитюр» — это некоммерческая организация, которая объединяет специалистов в книжной и информационной сфере из различных стран мира. В ассоциации представлено 17 наиболее развитых в книжной сфере, в книжном бизнесе стран, наиболее публикующие страны — США, Великобритания, Франция, Россия. И ассоциация занимается созданием стандартов информационного взаимодействия. Поскольку книга «Продукт информационный» на сегодняшний день, уже можно так говорить, то она видна только лишь тогда, когда есть о ней информация. Основным продуктом этой ассоциации является стандарт ONIX — Online Information Exchange. И этот стандарт имеет два основных назначения. Прежде всего, это стандарт описания книжной продукции. Информационные элементы, которые в него входят, они значимы для продавцов книг, для издателей, для тех, кто использует этот контент, информацию из книг в других областях. Второе назначение этого стандарта — это коммуникация, это стандарт обмена информацией. И вот в этих двух качествах этот стандарт на сегодняшний день утвердился в мире в качестве единого стандарта, на основе которого строится единое глобальное информационное книжное пространство. То есть те компании, те ассоциации, которые используют этот стандарт, они видны, они прозрачны, они становятся членами мирового книжного сообщества. Но, как на сегодняшний день выясняется, уже не только и книжного. Поскольку стандарт оказался удачным, и на сегодняшний день туда уже попала медиапродукция, в этот стандарт, возникают такие информационные элементы, как licensing terms, условия лицензионные, на каких условиях этот контент, эта книга может быть использована. И члены ассоциации говорят уже о том, что это не только onyx for books, а onyx for staff. То есть onyx для товаров, для информационных носителей, и даже, наверное, просто для контента, если он не обладает никаким носителем, может быть и такое. То есть это вот такой элемент глобального информационного взаимодействия, который уже утвердился на рынке и активно развивается. В дискуссии участвуют все эти члены. То есть каждый день в интерактивном режиме люди обмениваются электронными письмами, высказываются по тем или иным вопросам. Дело в том, что сейчас готовится новая версия onyx 3.0, которая будет выпущена к концу 2007 года. И международное сообщество активно обсуждает, что там должно быть, как должно быть сделано. Это будет поистине продуктом вот такого мирового интеллекта. Скажите, пожалуйста, то есть получается, что вы как бы тоже помогаете товару выходить на рынок? Даете о нем важнейшую информацию или нет? Я не совсем понял. Да, безусловно так. На сегодняшний день товар существует, ну если говорить о товаре, хотя мне кажется, это все-таки сужение темы, но пока так. Товар существует тогда, когда о нем есть информация. Есть информация, есть товар. Нет информации, нет товара. Мы знаем о тенденциях, что на сегодняшний день, например, 10% книжных книг в Германии продается через интернет. 10%? 10% уже. А вновь, это большой процент. И... Причем, наверное, расти будет, да? Он растет. Он растет и вряд ли остановится. А потом, что мы... Мы понимаем, что сегодня книга на любом языке может быть востребована в любой точке мира и в каждый момент времени. Потому что это глобальный рынок. Люди могут работать где угодно в Латинской Америке, в Китае, в Японии, и им нужна будет книга на русском языке, да? Просто потому, что, может быть, по данной тематике нет книги больше ни на каком языке, на китайском языке, если она в Китае работает, а книга ему нужна просто по специальности. Поэтому, если книга описана по соответствующему стандарту, то она может быть представлена на любом рынке. То есть любой продавец книг совершенно спокойно может эту информацию к себе загрузить, и предложение, допустим, российского издателя или книгораспространителя станет предложением китайского или латиноамериканского книготорговца. И при существующих логистических каналах, они уже достаточно развитые, какие-то дорогие, какие-то уже оптимизированные, книга приобретает свойства глобальной доступности, если она описана по этому стандарту. Почему по ним? Потому что он один пока на сегодняшний день. А много их не должно быть, собственно говоря. Зачем их много? Суметь бы один поддержать. Поэтому, да, российское сообщество является активным участником этого процесса выработки, этого стандарта. К нам прислушиваются. У нас есть большие успехи, достижения в его применении, внедрении на рынок. Нужно сказать, что на сегодняшний день Россия, пожалуй, является лидером, вот количественным, если мы посмотрим, да, то число членов рынка, да, игроков рынка, которые используют этот стандарт, оно в России, вот на данные осени прошлого года было максимальным. Больше, чем в других странах. Больше, чем в других странах, да. Поэтому, естественно, мы принимаем активное участие в этом. Мы уже понимаем, что нам это выгодно. И мы, в отличие, может быть, от других сфер, так сказать, экономических в этом мире, мы не отстаем на лидирующих позициях. Да, интересная информация. Вы знаете, вы так рассказываете, что мне даже захотелось с вами посотрудничать. Ну, да. Олег Александрович, ну, вам слово, потому что в прошлый раз вы давали очень интересную информацию, по возможности как-то ее и продолжить, и расширить. И у вас, я знаю, еще сегодня есть для наших телезрителей информация именно по информационным технологиям, которые как раз ждут информации. И студенты, и многие люди, работающие в книжном бизнесе. Ну, прежде всего, я хотел бы несколько расширить для людей, может быть, не сведущих. Вот Руслан Александрович хорошо говорит, да. Единый стандарт и единый формат в описании. Но ведь не все могут достаточной степени понимать, что такое вообще это. Что такое это стандарт и что такое это. Говоря о стандарте, мы плавно перейдем к формату представления. Я честно говорю, вот сколько я писал книг, да. Я не знаю, что такое. Давайте возьмем для примера, например, книгу с таким простым заголовком. Александр Сергеевич Пушкин, сказки, да, в которые вошли, например, сказки о царе Салтане, там, ну, еще там, две-три сказки Пушкина, да. О золотом петушке. О золотом петушке, да, о мертвом царе, и так далее, и так далее, и так далее. Как представить информацию об этой книге? Вот мы, в принципе, принимаем прекрасно. Да, ну, эту книгу Пушкин написал, сказки для детей и прочее, прочее. Ну, хорошо, этой книгой заинтересовались где-нибудь в другом регионе, который не имеет стандартного стереотипа мышления нашего российского, к примеру, да. Или, например, вот всегда привожу пример, книга Тургенева «Муму». Человек не сведущий скажет, так это про коров. Ну, да. Так вот, задача стандарта, задача формата сделать так, чтобы информация о этой книге была понятна всем. То есть, конкретно описывается, что должно быть в этом описании. Ну, естественно, первое, что должен быть автор. Автор, опять же-таки, как он должен быть? Ведь автор можно написать Александр Сергеевич Пушкин, можно написать Пушкин Александр Сергеевич. Можно написать А.С. Пушкин, можно Пушкин А.С. Это имеет значение. Таковое заглавие в себе несет еще рубрику, ведь сказки это как элемент литературного жанра, который тоже надо дополнительно привязать к какому-то ключевому понятию. Пойдем дальше глубже. Книжка может быть с иллюстрациями, а если эта иллюстрация написана каким-нибудь очень известным и востребованным художником, то, соответственно, это имя художника должно тоже фигурировать. Потому что если я занимаюсь, например, коллекционированием всех графики, книжной графики, и меня интересует художник, который для каких книг писал иллюстрации, то, соответственно, мне было бы интересно, чтобы в описании книги это присутствовало. А следующий показатель, ведь книга, это мы говорим о художественной литературе, если мы перейдем к технической или к научной литературе, то здесь глубина проработки уже будет настолько великая, большая, что мы просто-напросто все запутаемся. Взять любой раздел из науки, например, возьмем, давайте, психологию. Ведь просто так о психологии можно говорить бесконечно и книги под психологию привязать все, что угодно. Тот же сборник сказки Пушкина можно точно так же привязать к психологии. И тоже Муму Тургенева точно так же можно привязать к психологии и рассматривать как научный труд. А дальше мы пойдем вглубь психологии возрастная, психология социальная и так далее, семейная и так далее. И все это должно быть отражено, соответственно. Вот это и есть, собственно говоря, стандарт, по которому описывается книга. То есть существует определенное количество показателей, в том числе эти показатели носят такое понятие, как обязательные, которые должны присутствовать при создании этого описания. То есть мы не только автор заглавия, как таковой автор заглавия год издания издательства, но еще и регион издательства привязывается. Ну год издания понятно, еще есть понятие тираж, экземплярность, еще понятие количества страниц, иллюстрации и так далее, и так далее. Глубина проработки настолько большая. Олег Альфович, вот я поэтому и хотел бы обратиться к вам. Дело все в том, что нашу передачу смотрят студенты тоже, значительные свои части. Им как раз это интересно, потому что они работают с литературой. И возникает проблема, вот как современному студенту разобраться огромный список литературы. Как ему сразу выбрать то, что ему необходимо. Вот можно на этот вопрос ответить как раз вот это то, что нужно. Можно. Давайте попробуем. Попробуйте. И тут я должен сказать следующее, что вот тот стандарт, о котором я говорил, его назначение все же им пользуются профессионалы этого рынка. Ну, есть как B2B, бизнес-то-бизнес. Он не ориентирован на конечного пользователя. То есть это как бы корпоративный стандарт для профессионалов этого рынка. Для конечного пользователя тут гораздо все интереснее. И сложнее. И сложнее. Этих сухих данных, там 250 информационных элементов в этом стандарте, там SBN, там SSN, там прочее, они просто рядовому пользователю, они неинтересны. Ему интересно другое. Ему интересно найти информацию где-то об этой книге. Ну, наверное, в сети. В первую очередь сегодня он пойдет в сеть, тем более студент современный. И описание должно быть таким, чтобы у человека не осталось сомнений. То ли это книга, то ли ему нужно, или это все-таки что-то другое. И вот эти вещи, вот эти электронные описания, они не стандартизованы. Это поле для конкуренции. На нем конкурируют интернет-магазины, издательства. То есть все те участники рынка, которые предлагают этот товар. То есть электронное описание книги очень важно для конечного пользователя. Известна фундаментальная проблема интернет-торговли. Ну, раньше была, а сейчас, по-моему, она сохраняет свою актуальность. О том, что, почему люди, какие у них трудности, когда они приобретают товар через интернет. Это невозможность непосредственного контакта с товаром. Отсутствие тактильных ощущений. Невозможно приблизить к себе поближе. Так вот, а с книгой, как с носителем информации, эта проблема усугубляется. Потому что если это предмет, то ты считываешь информацию о нем намного быстрее. А если у тебя целая книга информации, то тебе проникнуть ее содержание очень сложно. Поэтому качественное электронное описание книг — это фундаментальное преимущество тех игроков на книжном рынке, которые это делают. Которые хотят выиграть конкуренцию у других. А мы знаем, что книга в интернет — это товар номер один. И вот, насколько я знаю, существуют компании на рынке, которые занимаются тем, что качественно описывают книги. И более того, а дальше начинают работать базовые механизмы сети. То есть, если у тебя много информации о книге, то это все видят интеллектуальные на сегодняшний день поисковые машины. Google, Яндекс и прочее. И сам факт наличия большого количества информации ведет к тому, что в результатах поиска... Вот поисковая машина видит несколько сайтов, которые предлагают эти машины. То она, в первую очередь, аранжирует результаты таким образом, что там, где информации больше, поисковая машина стремится стать интеллектуальной. Что значит интеллектуальной? Это не какие-то, так сказать, количественные... Хотя в количественных показателях это тоже можно вычислить. Но она пытается понять, интересен ли этот сайт, интересна ли эта страница юзеру, конечному пользователю. И если интересно, то результаты идут на первое место. А это уже маркетинг. Понимаете? И тот, чьи результаты выше, тот больше, в конечном итоге, имеет возможность продавать книг. Поэтому описание, качественное описание книг в интернет, это фундаментальная задача и большое конкурентное преимущество для того, кто научился это делать. А скажите, пожалуйста, возникает у меня вопрос. Предположим, я сам лично, ну или там на сайте своих друзей, на сайте своих знакомых, даю информацию о своих книгах. Вот могу дать и качественно, и подумать, и подобрать, там все характеристики. Вот, то есть, получается, я тоже уже участвую в этом рынке, в конкурентной борьбе, сам лично, да, уже участвую? Не через издательство, не через какие-то структуры, а сам лично. Безусловно. А проблема только в том, что люди, они покупают книги там, в интернет или где-то еще, даже, так сказать, в физическом мире. Там, где есть выбор, там, где есть ассортимент. То есть, ассортимент и сервис. Два главных условия. Поэтому, конечно, вы можете написать о своей книге, так сказать, очень хорошо и подробно. И действительно, люди придут, посмотрят на ваш сайт, да, но купят они у того, кто может, во-первых, продать. Вы не можете продать книгу через интернет. Не можете, у вас нет таких возможностей. Хотя, ну, теоретически это возможно, да, но практически это вам и не нужно. Это будет дорого и незачем, понимаете, да? Все равно они будут покупать в книжном магазине, да? А это уже масштаб имеет значение, да? То есть, когда у тебя не одна книга, которую ты можешь описать, так сказать, да хоть всю выложи, да? Кстати, современные, сейчас известны парадоксы о том, что книга, выложенная в сеть, зачастую лучше продается в физических, так сказать, копиях. Ну да, ну да. Вот, но это глубокая философская проблема. Какую даже информацию, да. К сожалению, сейчас информация стоит дороже, зачастую, чем сам товар. Я не знаю, почему вы не любите слово товар, так немножко оно вас напугало. Не любил. Нет, дело все в том, что хотим мы того или нет, но мир-то состоит из товаров. Я имею в виду, что, конечно... Информация тоже товар, да. Ну, информация товар стала, но должен быть какой-то физический товар. Конечно. Какой-то физический товар, который мы должны ощутить. Это может быть и в области информационных технологий, в области техники, науки. И булочка там обычная, это тоже товар, да? Книжка, да. Ее тоже нужно описывать. Ее тоже нужно описывать. Только булочку можно красиво сфотографировать и на этом успокоиться, да? Да, да, да. А вот с книгой нет, с книгой нет. Вот Олег Альфредович, мы сотрудничаем, я очень хорошо его знаю. И я как-то слышал, он приводил очень интересный пример по поводу одной книги. И пример строился на двух типах описаний, да? Ой, тогда, Руслан Александрович, извините, я вас перебью, ради бога, извините. Но давайте мы не будем идти по типу латиноамериканских сериалов, когда Донна Флор сказала, что она видела Донну Хуаниту. И она и сказала, так вот, Донна Хуанита, интересно, когда сама расскажет и когда сама куда-то пойдет. Это, видимо, Руслан Александрович имел в виду как раз психологию, да? Да, да, да. Да, мы столкнулись, дело в том, что мы сейчас подробнее остановимся на тех методах описания представления книги, как вариант, вот, кто, как Руслан Александрович сказал, что кто лучше представит содержание книги, то, соответственно, будет, как говорится, на коне. Конечно, идеальный вариант был бы представить полнотекстовый ресурс. Да, ну, представьте себе интернет-магазин, у которых экземплярность, объем, скажем, издания под несколько десятков, а то и под сотни тысяч подходит, и весь этот материал в полнотекстовом ресурсе выложить. Конечно, это идеальный будет, то есть тут можно будет осуществлять поиск по любым критериям. Но, во-первых, мы столкнемся с тем, что это нарушаются авторские права, о которых мы тоже, в принципе, наверное, остановимся. Это первое. А второе, это какой же объем должен быть носитель информации, где содержать весь этот объем огромный. На сегодняшний момент, скажем так, анализируя состояние дел в интернет-торговле, книжной отрасли, приходим к тому, что объем издания в среднем любого крупного интернет-магазина приближается к ежегодному количеству издаваемой продукции в России. Да. То есть это очень высокий объем. Ну, это не случайно, потому что книжная торговля стремится предложить для продажи все, что имеется. Поэтому такие цифры. Вот представьте, что если 100 тысяч... 100 тысяч новинок в год. Да, 100 тысяч новинок в год у нас, по данным Российской книжной палаты, ну, там чуть больше, чуть меньше, плюс-минус, да, 110, 120, там по-разному бывает. Ну, тенденция идет к повышению. Представьте, что такой объем информации просто физически надо иметь огромные информационные массивы. Это первое. И второе. Традиционное описание, которое предлагают интернет-магазины, как правило, сводится к тому, что это фотографии титульного листа, но обложки книги. Ну, естественно, выходные данные, основные выходные данные, как то автор заглавия, год издания, издательство, тираж, данные, там может быть, типографии, еще там данные выпускающие кое-какие, объем в страницах, там с иллюстрациями, без иллюстрации, там мягкий твердый переплет. И, в лучшем случае, это аннотация, которую предложил издатель в припечатании книги, так называемых, вот в набороте титульного листа выходных данных. Да, но, как правило, наоборот. Все, эта книга говорит о том-то, о том-то, о том-то, о том-то. Мы проводили анализ практически всех крупных интернет-магазинов, и у всех описание и представление данной информации на 90% совпадает. В лучшем случае полностью приведут тот текст, который дал издатель. А зачастую, если это очень большой текст, то просто выбирают куски цитатами и оставляют только вот эти цитаты. Причем это все сводится на, скажем, дается на откуп того человека, который формирует этот материал. И зачастую бывает так, вот мы столкнулись, то, что Руслан говорил, книга «Популярная психология», и в аннотации идет, да, это популярная психология, которая позволяет любому и каждому познать самого себя и определить себе, значит, там, будущее в жизни. А когда начинаем глубоко разбираться, что это не просто популярная психология, это, я не помню, по-моему, немецкое издание какое-то переведенное наше, когда начинаешь глубоко разбираться, что это не просто так и самоучитель, там, найди самого себя, а изучая довольно-таки глубокая проработка именно психологических аспектов, начиная там с детской психологии, кончая там с суицидальной. И не только, не просто самоучитель такой, который вот, если человек, который интересуется, он посмотрит, отложит эту книжку в сторону, а на самом деле книжка очень серьезная. Так вот, говоря о том, как представлять книгу Егорию, идеально было бы просто сфотографировать все страницы, ну, за исключением тех, которые текст несут непосредственно без иллюстрации, сфотографировать обложку, титульный лист, там, где есть иллюстрация и так далее, и так далее, и выложить полностью весь полнотекстовый ресурс, начиная с первой буквы на обложке, кончая последней буквы на последней части обложки. Но это невозможно. Так вот, соответственно, есть такая немецкая компания, Medvox GmbH, которая предложила новый принцип представления информации в интернете для книги, и с помощью которой, совместно с которой мы сейчас из торгового дома Библиоглобус и вот с компанией, которую представляет Руслан, начинаем претворять это в России. Ну, принцип представления информации о книге именно не для издателей, не для участников книжного рынка, у которых и так отработанный стандарт Тоникс, у которых есть уже все информационные потоки сформированы и существуют, а именно для простого, как мы говорим, пользователя, юзера сети. Для того, чтобы этот пользователь в сети мог в достаточной степени получить информацию об этой книге. А что же это такое? Как мы это представляем? Ну, за традиционное, помимо традиционного представления фотографии, ну, электронной фотографии книги, то есть титульного листа книги, обложки, еще предлагается квазитрехмерное представление книги для того, чтобы можно было видеть еще и корешок книги, и как ее толщину, скажем так, ну, и более объемная, она для глаз более способна к восприятию. Эмоциональное восприятие. Эмоциональное восприятие, да. Как в руках подержал. Да, как будто в руках это. Видно, что это переплет твердый, нетвердый, то есть такое трехмерное представление. И дальше мы предлагаем в полнотекстовом, как мы называем, это фрагментарный полнотекстовый ресурс. То есть выбрали определенные критерии, по которым можно было бы очень характерно определить книгу. Ну, естественно, первое, это что? Как мы говорим уже, это обложка. Второе, это титульный лист. То есть оборот обложки, когда мы открываем, где видно уже более подробные данные, уже не с участием художника, а именно чисто такой вот, скажем, чисто информационный. Оборот обложки, оборот титульного листа, где находятся выходные данные. Начиная с верхнего левого угла, где должен стоять там ББК или УДК, соответственно, к какому разряду книга относятся. Дальше идут все выходные данные, там, включая СБН, тираж и так далее, и так далее. И с той аннотацией, которая дает издательство. То есть в полном объеме. Все это в полнотекстовом виде, который, соответственно, уже подвержен. Фотография не подвержена поисковому механизму. Фотография может только ее заглавие попасть в поисковый робот. А полнотекстовый ресурс, он попадает в полнотекстовый робот поисковый. А дальше мы берем обязательным условием, что если есть предисловие автора, либо какая-нибудь редакционная статья, либо еще какое-то предисловие, какой-нибудь рецензент и так далее, то тоже в полном объеме оно присутствует в полнотекстовом режиме. Соответственно, под своим заголовком. Далее, если в обязательном порядке присутствует оглавление или содержание книги, тоже в полнотекстовом ресурсе, в полнотекстовом виде, который также подвержен поиску. Если имеется какой-либо алфавитно-предметный указатель, тизаурус или какой-нибудь глоссарий, он тоже присутствует обязательно в полнотекстовом режиме, причем с элементами гиперссылок. То есть, если это алфавитно-предметный указатель, то, соответственно, с алфавитом, по ссылке на букву которой можно перейти на соответствующий раздел. Итого, в среднем, книги колеблются, что минимум, это три страницы может присутствовать, минимум. То есть, это титульный лист, выходные данные и содержание на одной странице, это как минимум. Максимум предела мы пока не нашли. Бывает и до 50 страниц, может быть. Потому что, если эта книга относится к разряду специального технического учебника или еще какого-то пособия, то, соответственно, там и присутствует алфавитно-предметный указатель. Оглавление достаточно глубокой проработки на 5, на 6, а то и на 10 страницах. Но пока рекорд у нас был 56 страниц, который был описан. Все это сейчас находится пока в режиме созидательном. То есть, в ближайшее время этот портал должен заработать. Называется он abcatalog.ru. Расшифровывается это от ABC, Advanced Book Catalog. Идеология это, вообще-то, немецкая, как я сказал, немецкая компания Medvox GmbH, с которой мы сотрудничаем, которая, собственно, нам эту идеологию дает. Вот. Надеемся, что в этом году портал этот у нас и заработает в полном объеме. Сейчас он работает в тестовом режиме. Сейчас там выложено порядка, наверное, 25-30 тысяч книг. Планируется туда выкладывать все новинки, поступления, которые приходят в Библиоглобус. Это достаточно большой объем. В среднем в год через Библиоглобус проходит тоже около 100 тысяч наименований изданий. То есть практически мы стараемся охватить все отечественные книгоиздания. В первую очередь, конечно, это рассчитано на специальную, на научную, на техническую литературу. Потому что художественная литература, мы прекрасно понимаем, она не требует такой глубокой проработки по сравнению с научно-технической, с учебной и так далее. Но, тем не менее, художественная литература также будет присутствовать. — Ну да, когда студенты идут и ищут книгу, они, вот то, что вы говорите, проработка того же самого содержания, оглавления, он сразу может уже посмотреть, студент, вот что психология, да, он берет, ага, смотрит. — Не, но это касательно именно специальной литературы. — В художественной литературе тоже оглавление несет в себе достаточно информационный элемент. Плюс в художественной литературе присутствует, может присутствовать и предисловие автора, который в двух словах очертит нам канву всего произведения. Или может быть заметка рецензента, или послесловие какого-нибудь там критика, который тоже отразит суть этой книги. И в первом приближении мы сможем понять о чем. — Там все-таки не всегда, там все-таки не в той степени, потому что художественная литература — это слово. — Это слово. — Это художественное слово. Мы знаем случаи, когда некоторых наших так называемых писательниц на франкфуртскую ярмарку привозят и говорят «Наследница Достоевского». Вы знаете, «Наследница Достоевского». Ну, слушают иностранцы. Потом берут, начинают читать эту так называемую литературу и говорят «Господи, как опустилось». — Можно еще небольшое дополнение к тому, что сказал Олег Лефедович? — Конечно, мир движется в направлении распространения всех текстов, и технических, и художественных, без носителей. — То есть полный текст через интернет. Ну, не только через интернет. Скажем, существует такой вот известный западный американский бренд, пожалуй, лидер на оптовом рынке Америки — Инграм. И речь идет о монетизации контента. Ну, контент — это содержание. То есть содержание должно использоваться в самых, так сказать, светлых целях — донесение информации до читателя, развитие информационного общества — всеми возможными способами и через все возможные каналы. — Но они готовы к этому, потому что... И тут мы неизбежно уходим, так сказать, в правовое поле. — Поскольку уровень пиратства ниже в Америке, уровень, и самое главное, уровень доверия авторов-издателей и книг-распространителей, исходным текстом, почти как программирование звучит, исходным литературным текстом владеет... Ну, естественно, сначала владеет автор, да, в силу создания произведения, затем издатель, если он ему передает права на какое-то время для определенных, так сказать, способов использования. — И ведь автору выгодно, чтобы конечный читатель, конечный потребитель получил его, так сказать, результаты его творческого труда. А пользователи разные, да? Кто-то пользуется там персональным компьютером, кто-то, так сказать, настольным компьютером. Кто-то хочет читать книги с телефона, да, с мобильного, что возможно вполне. И если автор получает вознаграждение справедливое за все виды использования, так где причина для того, чтобы препятствовать этому? Тем более, что это бесполезно, да? Все, что стоит на пути информации, будет смятено. Грегори Бейтсон, да? Поэтому, что мы видим на сегодняшний день? Почему я об этом говорю? Потому что, на мой взгляд, вот эту траекторию пройдет и отечественный книжный бизнес. Что произошло сначала? Развилась цифровая техника, да? То есть, сделать копию одной, один-два экземпляра сейчас не проблема. Это достаточно дешево. И первое, что сделала вот эта компания американская, она запустила такой сервис, как Print on Demand, печать под заказ. Это означает следующее, что, допустим, распродан тираж на книгу, и остался только остаточный спрос на рынке на данную книгу. Ее уже невыгодно хранить, делать допечатку, хранить тираж на складе, но она требуется в одном, двух, трех, десяти экземплярах. Эта книга представлена как существующая, доступная для заказа на рынке. И, когда на нее заказ поступает, этот экземпляр изготавливается, и покупатель его получает. Вот эта технология Print on Demand. Она настолько развита сейчас, что переформатирует книжный рынок развитых стран. У нас это пока не нашло широкого распространения, и это перспектива. У нас, знаете, почему не нашло такого широкого распространения? Все зависит от технологических возможностей и типографии. Нет никаких проблем. Это центр, который, центры такие полиграфические, они доступны на рынке от нескольких брендов. Нет, нет. Не буду называть. Нет, я так понял, вы имеете в виду выпуск под заказ, да? Вот есть заказ определенный, выпуск под заказ. Но дело все в том, что у нас, если, предположим, издательство и типография разъединены, вот когда они соединены, скажем, типография и одновременно издательство, вот тут можно использовать вашу систему. Да еще у нее стоит оборудование новое, когда им абсолютно все равно, сколько выпустить. Там, скажем, 100 экземпляров или 10 тысяч, потому что у них себестоимость экземпляра будет совершенно одинаково. И вот тут под заказ они могут сделать. А в данной ситуации, если издательство и типография разъединены, да, есть заказы, но они все равно вынуждены рисковать. Потому что если они выпускают 100 экземпляров, то себестоимость одной книжки, представляете, какая будет, да? И, например, если вы заказываете, скажем, мою книгу, вы получаете эту книгу, вам предлагают по 3 тысячи рублей, скажут, да нет, ну зачем, это слишком, это круто. Ну, там, за сотенку, за две я взял бы. Да, ну, а, понимаете, поэтому, да. Я согласен с вами отчасти. Да, это один из аргументов экономических. Но, на мой взгляд, корень зла, он все же в другом. Он все же в правовой сфере лежит. Дело в том, что в США там автор уверен, что если ему, так сказать, издатель говорит, что он создал один экземпляр, да, и отчислил ему роялти там с одного, экземпляра, да, то это действительно так. Ой, я с вами согласен. Это я как практик, вы как теоретики, я как практик. По сути дела, речь идет о ментальности, да, ментально ни авторы, ни издатели, да, вот сейчас, они не готовы, завтра они, наверное, уже будут готовы. Но, ну, нужно начинать, так сказать, инициаторы, да, бизнесмены на этом рынке должны понимать, что это целая, ну, это целый рынок, это целый бизнес. Наверное, на Западе тот же Инграм, он делает это даже, наверное, не в полной мере для зарабатывания денег на этих единичных экземплярах, нет. Он это делает для того, чтобы клиент всегда приходил к нему, потому что у него есть все. И он сделает по себестоимости, отдаст этот экземпляр, но он подтвердил свой высочайший уровень сервиса. Ну, там психология другая. Я, например, разговаривал даже не с западными издательствами, а с восточными разговаривал издательствами. И там они говорят, так первый год мы тратим на автора, второй год мы потихоньку отбиваем свои деньги и уже думаем о какой-то прибыли. Ну, а третий год мы должны заработать, и заработать хорошо. Но у нас немножко другая психология. Нам надо сегодня сразу и много. Да, все и сейчас и много. Какие там, если мы говорим на Западе, средняя норма прибыли там 7%, это считается, ну, блестяще. У нас, говорят, если меньше там 40%, да я и не возьмусь за это. Просто не возьмусь, но это, ну, 40% не может быть прибыли. И не может быть, в сути, она может достигнута только быть нечестным путем. Я тоже по первой профессии свой экономист. Я тоже диссертацию изучал по экономике. Поэтому я прекрасно, да. А где 60%, там уже Маркс, да? Там уже. С капиталистом, который пойдет на любой. Да, уже на любой, да. Поэтому есть и вопросы пиратства. Я специально пока эту проблему пиратства не затрагиваю сейчас, потому что это очень сложная проблема. Я думаю, что охрана авторских прав, в том числе, вот, как бы, через использование ваших систем, это тема специальной просто лекции. За несколько оставшихся минут мы просто ее, да, уже просто не успеем. Потому что там будут вопросы, серьезные у меня будут к вам вопросы. Я могу только логический ряд закончить. Потому что я начал о полном тексте, так сказать, в интернете, а сейчас мы обсуждаем принт-он-диман. Потому что каждая из этих тем очень интересна. Так вот, зачем я говорил о принт-он-диман? Просто о том, что это был этапом на эволюции, да, вот, традиционной книжной торговли, книжного бизнеса в книжной информационной. То есть сначала они были крупнейшим оптовиком, затем они стали печатать книги под заказ. И сейчас они продают этот контент, распространяют этот контент через интернет. Всеми доступными способами. Пакетная передача, интернет, все что угодно, скачивание, там, мобильный телефон и так далее. И это траектория для нашего книжного рынка, России. Это, безусловно, это перспективы в этом очень большие. Олег Клифорович, вы что-то еще хотите добавить? Я думаю, что мы действительно сейчас перейдем к авторскому праву, действительно настолько глубокая и серьезная тема, что нам оставшихся методов не хватит. Поэтому в завершение единственное, что будем надеяться, что с этого года мы успешно все-таки запустим наш вот этот проект и милости просим к нам участвовать в нашем проекте. Ну, а вот как, например, я, конкретный писатель, могу поучаствовать в нашем проекте? Ну, это здесь надо с издательством, потому что здесь это с Русланом Александровичем надо уже вопросы решать. Потому что все вопросы, связанные по работе с издательствами, как издатели работают, какие проекты договоров и как это функционирует, это уже непосредственно. Потому что я выполняю чисто техническую сторону по формированию вот именно этого описания. Потому что то, что вот вы говорите, это новая система. Я даже смотрю по студенческим работам, потому что я сталкиваюсь с этим, что студенты не знают, вот как, что выбрать, где, что. Берешь одно, и вы сами говорите, берешь одно, а в результате получается совершенно другое. Но даже вот такое расширенное содержание, которое вы даете, это уже как-то позволяет человеку хоть как-то сориентироваться. Студент должен знать либо ваше имя, фамилия, либо о чем ваша книга, либо несколько ключевых слов. Вот этого должно быть достаточно, чтобы любой человек мог совершенно беспрепятственно вашу книгу найти в сети. Если она описана вот соответствующим образом, то так и происходит. Вводится кусок фразы, ключевые слова, ваше имя, фамилия и все. И реализуется идея, так сказать, глобальной доступности вашей книги. Фактически так. Потому что интернет, он не имеет границ, да, это трансграничная сеть. Ну да. И я замечаю, что действительно, если раньше как-то мы не обращали внимания, честно скажу, на интернет, вот, публикация материалов в интернете. Но есть тут один нюанс, я об этом более подробно скажу уже в следующей передаче. Если я, например, в интернете публикую свои романы, то я специально искажаю какие-то моменты, даю какие-то главы, убираю. Пытаетесь защититься. Да, потому что я понимаю, что, в общем-то, я немножко тут вот беззащитен. Но и с другой стороны, публикация где-то в другом месте, вот в этом искаженном виде, оно сразу дает понятие мне. Вот это была сделана пиратская такая копия. Ну, об этом я говорю. Это ваш ноу-хау. Да, да. Да, я об этом пересла. Нет, ну, просто я немножко тоже уже научен горьким опытом. Ну, что, уважаемые гости, огромное вам спасибо за сегодняшнее выступление, за ту информацию, которую мы от вас получили. Но единственное, что можно сказать, что тема, конечно, наша с вами не закончена, что продолжение должно обязательно последовать, потому что еще много-много вопросов, которые остались у нас невыясненными. Но, в принципе, мне кажется, что развитие вот этих информационных технологий, оно будет способствовать и дальнейшему развитию нашей книжной индустрии. Ну, а с вами, уважаемые дамы и господа, сегодня мы простимся. Большое спасибо, Олег Калифорович, вам, Руслан Александрович, вам большое спасибо. И до следующих встреч. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok